О нем все говорят, его все боятся, но исключит его практически невозможным. Он везде. Этот злостный нарушитель даже получил имя «Сладкий яд». Меня зовут Алина Панфилова и сегодня в программе «Ближе к телу» сахар. Для начала разберемся с терминами. С точки зрения науки сахар – это любой углевод. Но в быту сахаром называют именно сахарозу. В нее входит глюкоза и фруктоза. Это натуральный сахар, который содержится во фруктах, овощах и ягодах. Он не попадает в наш организм один. За ним всегда следуют витамины, клетчатка и микроэлементы. За счет богатого состава он долго усваивается, а значит, не вызывает привыкания. Но больше всего мы имеем дело с промышленным сахаром, то есть созданным человеком. Он тоже имеет в составе фруктозу и глюкозу, но полностью лишен каких-либо питательных веществ. Так было не всегда. Ведь столетиями человечество употребляло только сахарозу. Например, в России тростниковый сахар, тот, что начали добывать специально, появился впервые в IX веке. Его привезли с азиатских плантаций. До XVII века он был скорее редким деликатесом, который могли себе позволить только зажиточные люди. Вскоре Россия открыла для себя самый дешевый источник сахара – свеклу. С тех пор потребление этого вещества растет с неимоверной скоростью. Например, в XIX веке на душу населения приходилось 5 килограммов сахара в год. Во второй половине XX века – 35. К 2021 году цифра перевалила за 70 килограммов. Неудивительно, ведь сахар задержится в 80% продуктах супермаркета. Консервы, хлеб, кетчуп, копчености. Совсем не обязательно подходить к стойке с десертами. На завтрак – мюсли йогурт. Еще добавим банан и чай с сахаром. Всего две ложки. А если времени совсем нет, всегда выручит каша быстрого приготовления. Опять опаздываю. На работе не грех выпить три кружки кофе или того же чая. Еще коллегу угостил с шоколадкой, но я сладкое не ем. Только фрукты. Наконец-то обед. Макароны с кетчупом и сосиски. Дешевая сердито. Добавим к этому стакан сока, яблоко и кусочек хлеба. Завтрак. Перекус. Обед. Вот столько сахара мы съедаем, даже не притронувшись к десерту. А это только половина дня. Представляете, во сколько раз увеличится это количество во время застолья? В одном литре разливного пива содержится 80 граммов сахара. Впечатляет, не правда ли? Есть и те, кто даже не скрывает своего пристрастия к сладкому. Ни один день Насти не проходит без десерта. Но девушка не особо переживает. Я очень часто ем такие продукты, как шоколадки, конфеты, понятно, да. Добавляю сахар, например, в творог, да, вроде бы как здоровое питание, но все равно как бы сахар присутствует. Кофе вот, я взяла кофе тоже с сиропом, опять же, да, потому что я не люблю просто обычный вкус, да, мне хочется подсластить немножко. Ну и бывает, что так же вот с подружками соберемся где-то, да, я себе всегда беру какой-нибудь десерт, опять же. Поэтому стараюсь, конечно, питаться правильно, но не получается вообще никак. Несмотря на внушительное количество калорий, Настя в отличной форме. Что за несправедливость? Есть такое понятие метаболический ответ организма. То есть, когда человек здоров, вот есть такое выражение, вот она, например, девушка, ест как не в себя, да, то есть у нее все, она занимается при этом активностью физической, у нее все хорошо с питанием. И действительно, съеденная пироженка ей особо не повредит, потому что, ну, условно, потому что съела она вот эту огромную дозу глюкозы, и организм ее умеет сработать с ней. Говорят, сжигает, сожжется, да, в организме там и так далее. Начнем с того, что у меня три работы, и одна работа включает умственную деятельность, вторая тоже, а третья – это творчество. Я пою в шоу-группе, и мы не просто поем с девочками, да, мы еще и танцуем. Так значит, вот он секрет – три работы и успевать только выпить чай. Кстати, а вы знали, что самый губительный сахар – жидкий? Он не приносит чувства насыщения, а значит, полученные калории доставят организму максимум неприятностей. Всего одна банка газировки в день повышает вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на треть. Напомню, для мужчин средняя норма сахара в день – 9 чайных ложек, для женщин – 6. А теперь небезызвестные сладкие напитки и содержание в них сахара. Всем знакомый фруктовый сок – самый частый гость на всех праздниках, в том числе и детских. Но содержание сахара в нем точно не детское – 24 чайных ложки или 120 граммов. Меринда тоже не может похвастаться своими диетическими свойствами. На литр приходится 14 ложек. В холодном чае, который мы привыкли почему-то считать более полезным – 70 граммов. Съесть за просмотром фильма 14 ложек сахара. Сложно? Совсем нет. Маунти Дью по праву можно считать настоящим сахарным бароном. 37 чайных ложек на полтора литра. 185 граммов сахара в напитке можно и не заметить, но организму такой десерт вряд ли придется по душе. В этой небольшой бутылочке пепси 52,5 грамма, то есть почти 11 чайных ложек. 22 на литр. Но компания выпускает и альтернативу с заменителем сахара. Разницу видно невооруженным глазом. Это же касается энергетических напитков. 12 чайных ложек в банке против нуля. Неужели счастье так близко? Рынок предлагает огромное количество продуктов с заменителем сахара. Батончики, энергетики, конфеты, шоколад. Может это и есть выход для сладкоежек или чудес не бывает? У многих людей сегодня есть опасения по поводу сахарозаменителей. Некоторые боятся, их опасаются. На самом деле ничего страшного в них нет. Нет ни одного зафиксированного случая, чтобы человек умер от сахарозаменителя. Чтобы получить вред от сахарозаменителей, мы должны употреблять какие-то несопоставимые дозировки. Ну, примерно это сравнить, что мы должны каждый день выпить 15 огромных бутылок колы, чтобы получить такую порцию аспартама или какого-то цикломата сахарина в свой организм. То есть дозировки, которые действительно могут навредить, они просто несопоставимы с реальностью. То есть сахарозаменители не полезны для организма, но тут уж, как говорится, выбирая из двух зол, стоит отдать предпочтение именно им. Хотя научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению. Плюсом ко всему сахарозаменители не вызывают привыкания, так как не активируют рецепторы в мозге, отвечающие за это. И зачем пить всю эту химию? Вот, пожалуйста, натуральный свежевыжатый апельсиновый сок и никакого сахара. Я бы не была так уверена. В одной маленькой бутылочке апельсинового сока в среднем содержится три апельсина. Каждый из них имеет 14 граммов сахара, несложные подсчеты, и 32 грамма сахара в натуральном свежевыжатом апельсиновом соке. Фруктозе стоит уделить особое внимание. Дело в том, что распознать и расщепить ее способна только печень. До мозга она даже не доходит. Она не вызывает сырости, а также не умеет откладываться на потомках глюкоза, которая позволяет создать некий резерв для нужд организма. Переизбыток фруктозы переходит в жир, ведет к скачку артериального давления, нарушению чувствительности к инсулину и повышению риска диабета второго типа. Так как будет с фруктами? Есть или не есть? Есть, но с большой осторожностью. Во фруктах содержится и глюкоза, и фруктоза. Только помимо них мы получаем большое количество полезных веществ, которые нам необходимы. Допустим, витамин С и цитрусов. По сути, избыток фруктов ведет к тем же последствиям, что и избыток сахара. В одном спелом банане, например, в среднем 12 граммов сахара, 2,5 чайной ложки, а в 100 граммах изюма 59. С фруктами вроде разобрались, но отдел здорового питания видел каждый, а там в составе всех продуктов на первых местах фруктоза. Вот тут-то ее неусвоение играет на руку. Она не повышает уровень глюкозы и инсулина в крови. Важнейшее свойство для больных диабетом. Тем не менее, здоровым людям ею лучше не увлекаться. Кстати, об увлечении. Многие специалисты приравнивают добавленный сахар к наркотику, потому что вызывают вполне реальную ощутимую зависимость. Были такие исследования, показывали, что сахарная зависимость все-таки существует. Проводили эксперименты на крысах. То есть давали им какое-то вещество наркотическое и переводили потом их на сахар. И они очень активно переключались с наркотической какой-то, каких-то веществ на сахар. То есть это говорит о том, что сахарная зависимость существует. И это в первую очередь отвечает наши рецепторы мозга. Человек попадает в порочный круг. После употребления сладкого его хочется еще больше. Нарушается метаболизм, появляется сонливость и слабость, снижается мозговая деятельность. Сахар действительно может состарить, как внутри, так и снаружи. Сухость кожи, морщины, выпадение волос и ломкость ногтей. Стоит ли этого очередная шоколадка? Правда, страшен он не всем одинаково. Наименьшему риску подвержены люди, которые регулярно занимаются спортом. А значит, на постоянной основе избавляются от лишних калорий. То, что постоянно тренируюсь, это мне позволяет держать себя в форме. То есть и как бы употребление сахара таким пагубным влиянием, пагубное влияние не оказывает на мою жизнедеятельность, можно так сказать, и на мое самочувствие. Адам, несмотря на профессиональные занятия фитнесом, не уделяет большого внимания калориям, но сохраняет отличную форму. Лично в моем случае я просто свой организм знаю очень хорошо, я привык. Уже в таком ритме жить он более двух-трех лет, как бы. И особо не заморачиваюсь на этот счет. То есть у меня может быть в среднем от двух тысяч до трех. Вот, как бы это средний мой калораж. Эксперты по питанию считают, что дефицит калорий – это и есть главный аспект в поддержании качества тела и похудении. Я могу похудеть на пиве с мороженым, на одном сахаре, вот хоть на чем, но если количество калорий в организм поступает меньше, чем человек тратит, то, соответственно, человек всегда будет худеть. Вопрос, как это скажется на твое здоровье, вопрос в том, как ты будешь себя чувствовать, но похудеть можно абсолютно хоть на чем. Но как, даже осознавая всю опасность, слезть с сахарной иглы? Исключить сахар полностью? С чего вообще начать? Ну мы как привыкли? Поели обед, ну а теперь десерт. Чаек поставили, да, там поели и вот чаевничеством закончили. Так не нужно. То есть у нас начали ферменты работать после приема пищи. Оставьте им это, их дело. Не заедаем, не заливаем чаем, сладким и так далее. То есть пусть сладко остается, но, например, в первый перекус – самое подходящее место. Между завтраком и обедом отдельно от всего, но не вечером. То есть иметь сладкое в рационе нормально, но ни вечером, ни после еды, ни на ночь, ни в большом количестве. Любите какую-то шоколадку – оставляйте ее в первый перекус, пожалуйста, и хоть каждый день. Потом уже перестроится немножечко организм, и потом будет сокращать и сам продукт. Есть сахар или нет, заниматься ли спортом, заботиться о себе или поддаться слабостям – мы способны выбирать. Напоследок – самые известные мифы о сахаре. Лучше отдать предпочтение продуктам на фруктозе, так как она более натуральна. Это миф. Несмотря на то, что фруктоза содержится во фруктах и овощах, добывать ее экономически нецелесообразно, поэтому производители синтезируют ее искусственным путем. Мед – это полезный сахар, поэтому его можно есть в больших количествах. Нет, это миф. Мед содержит в себе простые сахара, поэтому при его употреблении также стоит себя ограничивать. Перед умственной работой нужно съесть шоколадку. Это миф. Пик умственной деятельности как раз приходится на легкое чувство голода, а вот съеденная сладость, наоборот, может замедлить процесс. Ну как, все еще думаете, что не едите сладкое? На носу череда праздников, поэтому нужно быть особо внимательными к тому, что вы едите, иначе мешок с подарками может обернуться мешком с сахаром. Как оказалось, это вполне реально. Меня зовут Алина Панфилова, и сегодня «Ближе к телу» был сахар. С наступающим!